Продолжение следует... Шутка? Шутка? Многотрубная мультипленочная царга. Для чего она нужна? Приветствую вас, брат, самогонщики. Сегодня все. Расскажу вам о ней. Покажу, как она устроена и, конечно же, потестирую. Посмотрим, на что этот зверь способен. ММЦ это многотрубная мультипленочная царга. Была она разработана в лаборатории ПАЛЕ на основе идеи и технологии ЛИНОС. Изначально ММЦ была разработана для вакуумной дистилляции в качестве царги укрепления. На рисунке представлена схема ММЦ. Конструктивно ММЦ состоит из множества труб одинакового сечения и является промежуточным элементом между кубом и колонной. В основе процесса укрепления лежит масса, перенос молекул спирта из пара в пленку, стекающую по внутренней поверхностью множества трубок и наоборот. Причем по высоте трубки пленка разная по составу примесей во флегме. Пар из куба поступает внутрь множества трубок. Часть флегмы направляется вовнутрь ММЦ, в межтрубное пространство, где нагревается и закипает, тем самым отнимая тепло от трубок. За счет этого внутри на поверхности трубок возникает пленка внутренней флегмы. Молекулы воды, спирта и другие примеси переносятся из пара во внутреннюю флегму и наоборот. Процесс масса переноса происходит многократно по высоте внутри трубок. Все, что нужно для эксперимента у меня есть. Это, конечно же, моя трехдюймовая колонна Геракл. Это 37-литровый куб, он от футуриста-заготовщика. Есть у меня порядка 15-литров спирта-сырца. Точно не знаю, какой спиртуозности. Залью его в куб, потом померю. Ну и, конечно же, вот этот самогонный коллайдер ММЦ. Сейчас заливаю в куб спирт-серец, замеряю его спирт-серец и собираю оборудование. Куб уже установил 6-киловаттный ТЭН. Управляется у меня с помощью регулятора мощности. Спирт-серец из сахарной браги. Если брагу гнал до 5% в струе, значит спирт-серец примерно будет в пределах 25-30%. Ну, сейчас я это все, естественно, замерю. Температура спирта-сырца 22 градуса. Давайте посмотрим, что показывает ориометр. Ориометр АСП-3 от 0 до 40. Ну, вот, как видите, он показывает чуть больше 30, где-то примерно 32. Ну, с учетом коррекции можно считать, что это как раз-таки 30%. Итак, закрываю крышку и собираю оборудование. Устанавливаю ММЦ на куб. Давайте покажу, какая сборка у меня получилась. Итак, куб 37 литров. В нем 15 литров спирта-сырца. Спиртуозностью 30. Далее, как видите, идет ММЦ. Царга. Одна царга у меня 70 см. Вторая царга у меня 40 см. Итого 110 см. Плюс еще диоптер забитый СПНК. Итого 130 см. СПНК 3,5х3,5 см. Вверху проходной димрот. Так, вот вроде и все. Вот здесь я уже приготовил емкость для отбора голов. Буду голову туда отбирать. А сейчас сразу же включаю куб на разогрев. Режим разгона 6 кВт. Все, как куб разогреется, перейду на 3 кВт 150 Вт. Это нормальная рабочая мощность для моей колонны. По калькулятору самогонщика рассчитал количество голов, подголовья и тела. Голов нужно будет отобрать 135 миллилитров. Подголовье 315 миллилитров. И тело нужно будет отобрать 3 375 миллилитров. Как видите, сегодня никакого старт-стопа я не поставил. Датчик установил. Но он просто будет контролировать температуру верхней точки царги. Все. Мы будем смотреть, как ММЦ будет отрабатывать. То есть, ММЦ должно будет попытаться отжать весь спирт доска. Посмотрим, как ММЦ с этим справится. Скорость отбора я в этот раз выставлю 2,2. Обычно я выставляю 2,4. Но всегда говорю, что 2,4 это не рабочая скорость этой колонны. Это все-таки немножечко завышено. Но у меня стоит старт-стоп. И в нужный момент, естественно, старт-стоп колонну ставит в простой. Сарга уже начала наполняться. Колонна сейчас работает на себя. Давайте покажу вам некоторые параметры. Итак, работаю 3 киловатта 140 ватт. Давайте посмотрим вот на этом дополнительном ваттметре, что он показывает. Показывает те же 350, 360, 75 градусов показывает термометр. Это вот в этой точке. Температура в верхней точке гемрота 32,2. То есть нормальная температура. И температура на выходе 65 градусов. Сейчас пока расход воды не буду замерять. Потому что я включил воду только в димрот. В доохладитель еще не включил. Ну, колонна работает на себя. Нет смысла сейчас воду через доохладитель лить. Как я включу доохладитель, потом общий расход воды я, конечно, сразу замерю. Так, дам сейчас колонне поработать на себя буквально минут 30. И начнем отбор голов. Все, я уже рассчитал, показал вам. Так, вот интересный такой процесс идет. Как только я отберу головы и подголовья, и начну отбирать тело, то вот этот кран отбора хвостов я чуть-чуть приоткрою. Ну, так, чтобы как-то покапельно хвосты понемножечку отбирались. Некоторые меня спрашивают, а вот если с ПНК засыпан диоптер, то будет ли виден захлеб колонны? Ну, вот смотрите, я сейчас специально взял и захлебнул колонну. Как видите, все, диоптер засыпан с ПНК и все прекрасно видно. Видите, колонна захлебнулась. Чтобы захлеб прекратился, я регулятор мощности отключил, поставил его на сигнализацию. Видите, там красный светодиодик горит. И вот здесь, в принципе, я вижу, что стекание флегмы практически уже прекратилось. Сейчас еще буквально несколько минут, и опять можно будет уже подать напряжение на ТЭНы. Вот такой быстрый каплей настроил отбор голов. Это примерно 500 мл в час. Отобрал 140 мл голов. И вот сейчас поставил, отбираю подголовье. 370 мл, ну, отберу, наверное, 400 мл. 400 мл подголовье отобрал, понюхал, все мне понравилось. Сейчас буду отбирать тело. Отбор настрою примерно 2100-2200, вот с помощью этого зажима Гоффмана. И, как я уже сказал, параллельно еще вот этот краник открою. Буду потихонечку, покапельно отбирать хвосты. Настроил я скорость отбора 200 литров в час. Давайте покажу вам. Так, несколько раз проверил, вроде все правильно сошлось. Почему такую скорость? Вот, как я уже сказал, что 2100-2200 это нормальная скорость для 3-дюймовой колонны, если у вас нет автоматики. Ну, если есть автоматика, можно выставить примерно 2400, ну, наверное, максимум 2500. Я бы не советовал никому выставлять даже в самом начале 3 литра. Скорее всего, выставите такую скорость, и если у вас колонна недостаточно высокая, допустим, всего там у вас метр, а может меньше метра, то будете, конечно, на этой скорости получать недоректификат. Получать и недоректификат из сахарной браги, но это, конечно, глупость. Из сахарной браги только ректификат. Все, стоп. Итак, давайте посмотрим. Так, ну, вот видите, 35 миллилитров, 2,100. Давайте покажу вам, какие у меня параметры. 3 киловатта подается. Дополнительный ваттметр показывает тоже 3 с копеечкой. Вверху царги 71,5. Это показывает вот этот датчик. Так, температура воды на выходе из демрота 56,2. Температура воды на входе 15. Ну, видите, вода немножечко протекла, стало чуть-чуть прохладнее. Давайте сейчас замерим сразу же расход воды. Расход воды это будет и из демрота, и из доохладителя. Так, сейчас, секундочку. Подождем секундную стрелку. Так, все, начали. Ну, я думаю, в пределах, наверное, где-то 70-80 литров должен быть расход воды. Потому что я замерял из демрота, как вы помните, обычно 60 литров. При 3 киловаттах. Ну, и, наверное, доохладитель расходует еще литров примерно 20. Итак, все, стоп. Смотрим. Смотрим. Получилось у нас 700 миллилитров. Это порядка, ну, чуть больше 80 литров расходуют оба холодильника. Так, давайте сейчас посмотрим, что тут у нас. Так, в царге хочу вам показать. Смотрите, какое кипение идет в царге. Так, вот этот кран я, как уже сказал вам, открыл. И здесь так покапельно, покапельно отбираются хвосты. Это реально хвосты. То есть такая сивуха матерая по запаху. Температура 17 градусов. И спиртуозность. Давайте посмотрим. Так, ну, спиртуозность порядка 95 с небольшим, я вижу. Так, ну, это нужно будет потом с помощью АСП-1 перемерить. Потому что АСП-3, он немножечко занижает показания. Вот здесь, смотрите, воткнул иголочку. Это такая трубка связи с атмосферой. Потому что без этой иголочки, так как отбор идет очень так активно, здесь спирт начинал собираться, собираться, и вот эту трубочку он заполнял. Поэтому пришлось вот такую связь с атмосферой организовать. Перегонка у меня потихонечку приближается к концу. Давайте покажу вам, какие сейчас параметры установились. Те же 3 киловатта на основном и на дополнительном ваттметре. Как видите, вот температура в царге скакнула на 0,3 градуса. Так, а теперь давайте посмотрим, что вот здесь. Здесь, смотрите, всякое кипение практически прекратилось. И вот здесь, я не знаю, на камере будет вам видно или нет, но вот я вижу, что здесь такая мутная и непрозрачная жидкость. Если до этого было активное кипение, но жидкость, видно было, что она такая прозрачная. Вот здесь сейчас она мутная. Так, давайте посмотрим, что показывает термометр и ориометр. Ну, здесь показывает 20 градусов. Так, и спиртуозность. Ну, смотрите, со спиртуозностью пока все в порядке. То есть, иногда бывает так, вроде высокая спиртуозность, разотрешь на пальцах, понюхаешь и чувствуются хвостовые какие-то примеси. Такой неприятный сивушный запах. Ну, вот сейчас я нюхаю, ничего подобного, идет спирт. Так, ну, вот сюда вот у меня отбираются вот эти хвостовые фракции. Вот отсюда я настроил такой капелькой. К концу погона я чуть-чуть кран открутил, чтобы капелька была немножечко побольше. Ну, не знаю. Так, и самое главное, давайте-ка посмотрим, что там термометр показывает. Так, не хочет он никак включаться. Сейчас я его включу. Так, все, включился. 96,4. Я вот сейчас поменяю опять приемную емкость, но на всякий случай, чтобы не прошляпить. Потому что, как я уже сказал, старт-стопа у меня никакого нет. И, в принципе, вот температура в царге уже повысилась на 3 градуса. Но, вот смотрите, видите, у меня датчик вот здесь, а спн-ка заканчивается вот там, в дёпре. То есть, есть ещё какой-то запас, пока хвосты поднимутся, если они там реально есть. Вот такого у меня точно никогда не было. Давайте-ка покажу, в чём дело. Давайте покажу вам ещё раз параметры. И вот на этом я уже буду, наверное, сейчас погон заканчивать. Так, 3 киловатта подаётся. Здесь, как вы видите, тоже 3 киловатта. Вот, смотрите. Температурный датчик вверху колонны показывает 83 градуса. Так, и сейчас вам хочу показать температуру в кубе. Так, температура в кубе 100,6 градусов. А теперь давайте покажу вам, что вот здесь. Так, 28, ну, коррекция не требуется. И смотрите, что показывает ориометр. Ориометр показывает, ну, выше, выше, чем 95. Да, вот такие удивительные результаты. Вот здесь, смотрите, в царге полностью кипение прекратилось. И, как видите, вот она тут сверху запотела. Ну, то есть, однозначно здесь уже конденсируются пары воды. Так, вот здесь я отбираю хвосты. Я прям включил такой, знаете, небольшой струечкой. И там реально идут вот такие хвосты. Даже скорее всё-таки ароматная вода. Ну, вот, как я посчитал, что уже, наверное, грамм на 500 я отобрал больше расчётных. И, наверное, пора всё-таки заканчивать. Кстати, забыл вам совсем показать скорость отбора. Скорость отбора упала автоматически. Я не знаю, почему это так случилось. Но вот сейчас отбирается 900 мл в час. Давайте я сейчас замерю скорость отбора. Ну, вот, как видите, она упала. И я, то есть, сразу это заметил, что скорость отбора упала. Хотя зажим Гоффмана не крутил, ничего не регулировал. А не знаю, почему так. Давайте посмотрим, сколько сейчас бежит. Ну, я думаю, наверное, как минимум в два раза меньше. Потому что, ну, заметно струечка уменьшилась. Сейчас посмотрим. Так, прошло 30 секунд. Замерим за одну минуту. Сколько она бежит. Ну, вообще, конечно, удивительное дело. А у меня никогда не было такого, да, что вот температура была уже за сотню. То есть, по сути, кипит вода в кубе. Спиртуозность выше, чем 95. Так, последние 5 секунд. И будем смотреть, что там набежало. Так, все. Стоп. Так. Итак, давайте вам покажу. Давайте вам покажу. Итак, как видите, даже так, вот 600, это 1200. Меньше, чем 1200. А сейчас идет отбор. Ну, вот я сейчас все это уже буду прекращать. Вот они, результаты моих трудов. Трехлитровая банка полностью под завязку. И еще 800-граммовая банка тоже полностью под завязку. По расчетам я должен был отобрать 3400. Но отобрал, наверное, на 500 миллилитров больше. Удивило меня в этот раз две вещи. В кубе температура была 100 градусов. И, по сути, там кипела вода. А в отборе отбор шел 95+. И вторая вещь, скорость отбора. Она в конце автоматически как-то уменьшилась. Не знаю, как это произошло. Вначале я настраивал 2200, а в конце, как вы видели, 900 миллилитров в час всего. С ММЦ надо работать, надо экспериментировать. Вот сейчас мне в голову пришла одна идея. Попробовать на ней перегнать брагу. И посмотреть, как ММЦ влияет на режим подстил. Как видите, ММЦ хорошая альтернатива польскому буферу. Что она еще может и умеет, я выясню в процессе эксплуатации. Вас буду, конечно, со своими экспериментами знакомить. Возможно, когда-то я дорасту до вакуума. И буду ее использовать по ее прямому назначению. Сразу скажу, не задавайте мне вопрос, сколько она стоит. Если хотите узнать, общайтесь с Александром Рожко. Его можно найти в моей группе в WhatsApp. Он там администратор. Мой телефон будет под видео. Напишите мне, я добавлю вас в группу. И там уже обговорите с Александром все подробности. Если у вас будет желание приобрести это устройство. А пока, братья-самогонщики, на этом все. Как всегда, ни голов, ни хвостов, чтобы не был на сцене. Всем добра. Скоро увидимся. Лайк поставь.